МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о главных новостях прямо сейчас в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Сто дней состоялась первая пресс-конференция временно исполняющего обязанности главы Республики Олега Николаева. Объединяющее начало. Приволжские регионы отмечают День Великой Русской реки. В детский лагерь, не выходя из дома, технологии 21 века приходят на помощь в условиях ограничений. Сегодня состоялась первая пресс-конференция временно исполняющего обязанности главы Республики Олега Николаева. Она прошла в дистанционном режиме. На связи были десятки средств массовой информации. Муниципальные, региональные, федеральные. Много говорили об экономике, пострадавшей от ограничений в условиях пандемии. Будут ли внесены изменения в индивидуальную программу развития Республики? Какую поддержку получит малый бизнес, агропромышленный комплекс жителей? Когда отметим юбилей Республики? На каждый вопрос Олег Николаев отвечал детально, приводя конкретные примеры. На связи вся Республика. Праздник никто не отменял, но конкретную дату пока назвать трудно. Пандемия обозначила солидный потенциал малого бизнеса, который в короткие сроки сумел переориентировать свои производства. На определенные дивиденды рассчитывают фермеры, владельцы личных хозяйств. В качестве одной из мер поддержки сельские жители просят поднять закупочные цены на мясо, молоко и яйца. Хотелось бы узнать ваше мнение. Как можно поддержать государство их в этом вопросе? Мы здесь нацелены на то, чтобы на разных территориях появлялись некие мини-комплексы или среднего уровня комплексы переработки этой продукции. А может быть, даже где-то и крупные. С тем, чтобы вот эти предприятия, организовывая некие юридические формы в виде сельхозкооперации, либо иных форм юридического объединения, могли бы обеспечивать постоянную закупку продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах. Ну и наша задача государства, конечно же, помогать вот этим центрам, которые будут заниматься производством, с одной стороны, организовать это производство, с другой стороны, продвигать их продукцию на различных рынках, как на территории Чувашской республики, так и, значит, за пределы Чувашии. Коллеги из районных газет делали упор на местные проблемы. Полную телевизионную версию пресс-конференции Олега Николаева смотрите сразу после выпуска новостей. Республику в ближайшие пять лет ждут масштабные изменения в основных сферах жизни. К 24 июня все главные мероприятия будут прописаны в индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашии. Над документом работают федеральные и региональные эксперты. Сегодня в Доме правительства в режиме ВКС они обсудили дальнейшее развитие здравоохранения. В видеоконференции участвовали вице-премьер республики Алла Салаева, генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меломед. Он курирует разработку очень важного для республики документа. Его ключевые позиции и определят развитие Чувашии на ближайшие годы. Одно из направлений строительства больниц и реабилитационных центров действующие сегодня медицинские учреждения уже доказали свою конкурентоспособность на уровне страны. Те центры высоких медицинских технологий, которые есть в Чувашии, это отдельная тема и отдельное достижение, я бы сказала, Чувашии. Это и центр микрохирургии глаза, это и, безусловно, центр эндопротезирования, федеральный центр эндопротезирования. То есть это два центра, которые не просто создают в Чувашии центры высоких медицинских технологий, но и создают возможности экономического роста, поскольку это привлечение пациентов из других регионов, это с ними приезжают и сопровождающие лица, то есть это и рост экономики. То, что было создано в Чувашии, это великолепная сеть офисов врачей общей практики, то есть это очень разветвленная сеть первичного звена. Поверьте, что этого далеко нет сегодня во многих регионах. Именно такие центры способны привлечь пациентов из-за рубежа. Определенный опыт есть у микрохирургии глаза. Но чтобы поставить это на поток, надо на законодательном уровне решить вопрос с медицинской визой. Крайне важно продолжить модернизацию имеющихся больниц и строительство новых. Если на сегодняшний день рассмотреть концептуально строительство новой, большой, современной, многопрофильной республиканской больницы со всеми новыми СНИПами, САМПИНами, которую можно рассматривать и как межрегиональные центры. Правильно, рядом Межкарала, которая может совершенно спокойно какую-то часть объема разместить и на наших площадях. Поэтому в данном случае, мне кажется, есть смысл. Даже вот те коллеги, которые сейчас находятся на вере с ректором на совещании, то есть они готовы стать участниками рабочей группы, я думаю. Я думаю для того, чтобы представить свои предложения именно концептуально. Сделать новую, современную республиканскую больницу. Ну, корпуса мы же знаем, там уже корпуса старые, особенно дальние корпуса. Перспективы масштабные. В социально-экономическую программу развития региона внесут в строительство еще нескольких медицинских учреждений. Республиканской многопрофильной кардиологической больницы в новом городе. За пределами Чубаксар туберкулезной и инфекционной больниц. Вновь зашел разговор о создании реабилитационного кластера санаторно-курортного лечения в Чувашии. Пока он только в стадии формирования. Для создания на базе таких санаториев, как Чувашия, Надежда, Чувашия, Курорт, инновационных реабилитационных центров понадобятся большие вложения. Но и отдача будет несравненно большей. Для примера, грязелечебница в санатории Чувашия Курорт на процедуры за сутки может принять тысячу человек. За последние годы в него уже вложено около 300 миллионов рублей. По оценке экспертов, санатории Республики могут стать конкурентоспособными по качеству оказываемых услуг на рынке. С точки зрения грязи и грязелечебницы, сегодня она является уникальной в стране, которая сохранила вот тот потенциал возможности с таким количеством лечения в течение суток. На селекторном совещании обсудили и возможность организации реабилитации в Чувашии военных и спортсменов. Генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меломед рассчитывает, что проектно-сметная документация по строительству объектов будет готова в самые короткие сроки. Это позволит войти в федеральные программы финансирования на 2022-2023 годы. Татьяна Трофимова, Анастасия Ковалева, Михаил Солин, Республика. В Чувашии с 1 июля, как и в других регионах страны, планируют ввести новый налоговый режим для самозанятых. Это серьезные меры господдержки, особенно в кризисный период. Проект закона одобрили на внеочередном заседании Кабинета министров. Чтобы поддержать эту категорию граждан, сложное для них время государство решило пойти по пути стимуляции, уменьшить налог, а заодно и вывести самозанятых из сферы теневой экономики. Принятие данного закона позволит самозанятым гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность в максимально удобном режиме с учетом предложенного сервиса «Мой налог» и с минимальными издержками. Одно из ключевых преимуществ нового режима – налоговая ставка в 4 или 6% на доходы вместо стандартного в 13%. Кроме того, теперь самозанятые смогут зарегистрироваться онлайн. Им не нужно будет сдавать отчетность и иметь контроль на кассовую технику. Олег Николаев поручил детально изучить опыт регионов. Специальный налоговый режим, конечно же, имеет достаточно важное значение. Просьба и к членам Кабинета министров, к депутатскому корпусу, к главам администрации муниципальных образований максимально широко раздействовать людям нормы этого закона, возможности, которые получают люди при использовании этого специального налогового режима. Ну и, конечно же, самим нам оценить все возможности, которые нам предоставляет данный законопроект в связи с введением вот этого нового налогового режима. Эксперты утверждают, что такая мера поддержки поможет увеличить количество тех, кто решит открыть свое дело. Ведь многие потеряли работу в период кризиса. На повестке дня были и другие вопросы. В текущем году на реализацию госпрограммы развития образования выделяется федеральная субсидия почти в 28 миллионов рублей. Эти средства направят на капитальный ремонт Чебоксарской школы номер 6. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Каков механизм реализации выплатной дзвицей и как рассчитывается пособие по безработице на самые актуальные вопросы по социальной помощи населению специалисты ответили сегодня в режиме онлайн. Прямая трансляция велась в одной из социальных сетей. Вопросы от жителей республики принимали ВКонтакте в паблике «Чувашия без паники». За три дня под постом собралось более 250 комментариев. Просили разъяснить порядок выплат или объяснить принятые меры поддержки. Многих волнует материальная поддержка семей с детьми. Выплаты тем, где растут дети с 3 до 7 лет включительно. Для этого нужно оформить всего одно заявление. Представление каких-либо дополнительных справок, документов не требуется. Всю необходимую информацию органы социальной защиты будут получать в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Заявления на выплаты в условиях пандемии принимают удаленно, через портал Госуслуг или на сайте пенсионного фонда. Кроме того, что сайт несколько раз подвисал, некоторые родители столкнулись с ошибкой при добавлении СНИЛС. Это могло случиться из-за неверно расставленных пробелов в номере документа или из-за системной ошибки, пояснили в пенсионном фонде. В этом случае стоит обратиться на горячую линию регионального управления. Заявления на выплаты принимаются до 1 октября. Те, кто их уже оформил, интересовались сроками. Все заявления, включительно поступившие по 22 число мая, мы рассмотрим до 26 мая. Средства по ежемесячным выплатам будут произведены, перечислены 28 мая. По 10 тысячам в указе, также было сказано и в правилах выплаты, выплаты производятся в июне. Если даже мы решение примем, выплаты будут произведены после 1 июня. Наряду с вопросами поступали и предложения. Так многодетные семьи обеспокоены подготовкой детей к новому учебному году. Ну и предложение по поводу выплат многодетным семьям к учебному году, оно, несомненно, интересно и будет нами оценено с учетом тех фактических выплат, которые на сегодня семьям производятся, ну и с учетом наличия источников финансирования, за счет которых любая мера поддержки должна быть обеспечена. За час прямого эфира специалисты ответили более чем на 20 вопросов и о поддержке семьи с детьми, и о ситуации с теми, кто остался без работы. Видеозапись доступна в сообществе «Чувашие без паники». Подробно о полагающейся поддержке в условиях борьбы с коронавирусом можно ознакомиться на портале госуслуг, по телефонам горячих линий Министерства труда Чувашии и Центра занятости населения региона. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Несмотря на пандемию коронавируса, весенний призыв в армию все же начался в военкоматах, приняты все меры предосторожности. Соблюдают их по-армейски строго. Подробнее Рифат Фадкулин. С температурой 37 и выше в военкоматы не пускают. Если все в норме, далее дезинфекция рук и масочный режим. Меры защиты при прохождении медкомиссии беспрецедентные. Начиная с 12 мая комиссию прошли более 100 человек. Для каждого призывника подготовлена четкая инструкция. означает день, когда ему нужно явиться для дальнейшей отправки в армию. Здесь он за 5 дней до прибытия должен явиться в то место, где он стоит на учете. Ну, как правило, это районные больницы. Он прибывает туда, сдает анализ на коронавирус. В течение этих дней этот анализ ему делают. И он получает документ, с которым он уже потом прибывает на сборный пункт. В республиканском сборном пункте ребят ждет еще одно экспресс-тестирование на коронавирус. Процедура займет 15 минут. Но даже потом уже в воинских частях молодым людям все равно придется провести две недели на карантине. И это еще не все. Не только его ждет двухнедельный карантин. Во-первых, его ждет опять дополнительное тестирование. То есть это уже третье. Поэтому я хочу обозначить, что армия сейчас – это то место, в котором, наверное, наиболее человек защищен от этого коронавируса. Да, двухнедельный карантин. Потом курс молодого бойца. Потом присяга. Ну, все как в армии. Служба. Никто никакие ограничения не вносит. На место службы воинские команды теперь будут добираться, также применяя особые меры изоляции – на отдельном транспорте, заранее прошедшем дезинфекцию. В следующий день у нас сейчас пока отправок нет. Отправки мы будем планировать только где-то в июне, и то после 10-го числа ориентировочно. В ряды вооруженных сил в этот особый призыв из Чувашии отправится более 1300 человек. Дважды на одни грабли шумерлинец, которого задержали за вождение в нетрезвом состоянии, пытался сначала откупиться от гаишника, а потом и от следователя. Обе попытки завершились провалом. Подробности выясняла наша съемочная группа. 62-летнего шумерлинца, который за рулем своего автомобиля находился в нетрезвом состоянии, сотрудники ГИБДД остановили 16 мая. Он не хотел лишаться прав и предложил 600 рублей. От денег инспектор отказался, а попытки дать взятку сообщил руководству. После этого, 18 мая 2020 года, подозреваемый был вызван в Шумерлинский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике для дачи объяснения. При этом, находясь в кабинете исполняющего обязанности руководителя следственного отдела, он попытался передать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. Однако, сотрудник следственного отдела от получения этой взятки отказался и сообщил о случившемся вышестоящему руководству. На предприимчивого шумерлинца завели еще одно уголовное дело о покушении на взятку, но уже по более серьезной статье. Следователь просил заключить его под домашний арест, но обвиняемый был не согласен. Судья выслушал обвиняемого, но с учетом тяжести преступления вынес решение все же заключить его под домашний арест на два месяца. Необходимо отметить, что сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике принципиально не приемлют факты проявления коррупции. Такие факты являются не только неуважением к закону, но и личным оскорблением чести и достоинства сотрудника Следственного комитета Российской Федерации. Сегодня все поволжские регионы отмечают день Великой Русской реки. Волга была когда-то главной транспортной артерией и славилась речными круизами. Времена изменились, экологи бьют тревогу, река загрязнена отходами, стало меньше рыбы, сократились транспортные и пассажирские перевозки. В прошлом году приняли государственную программу оздоровления Волги. В ней поэтапно расписаны все необходимые меры восстановления природного баланса. Сегодня в Рио главы республики Олег Николаев побывал на насосной станции и в речном порту. Впервые день Волги прошел в Нижнем Новгороде в 2008 году. У него вполне утилитарная, а не праздничная задача привлечь внимание властей и общественности к проблемам реки. Мы, конечно же, говоря о Волге, должны исходить из нескольких моментов. Первое, максимально, конечно же, использовать все прелести, которые нам предоставляет река Волга. То есть это возможность передвигаться удобно и комфортно и красиво. Возможность привлекать к нам туристов через это передвижение. Конечно же, не менее важная задача – это сбережение Волги. С тем, чтобы за счет такой нашей человеческой промышленной деятельности, чтобы мы не испортили те красоты Волги и не ухудшили экологическое состояние. Безусловно, в первую очередь речь идет о внедрении современных технологий очистки вод, поступающих в реку. Строительство сооружений для этих целей в столице республики было начато в 2019 году в рамках проекта «Оздоровление Волги». Сооружения позволят в три раза сократить сброс неочищенных вод в реку и решить давнюю экологическую проблему мегаполиса. Техническая готовность объекта составляет 60%. Строительство планируется завершить в ноябре 2020 года. Вот здесь будут резервуары для воды, которые будут собираться. Вот здесь у нас уже КНС и комплекс очистных сооружений. Это песко-нефть уловители, ассорбционные фильтры. И далее потом уже пойдет вот здесь будет возведен корпус. Соответственно, будет ультрафиолетовое обеззараживание. Таким образом, воды, да, вся вот эта вода будет доводиться до требований очистки по рыбохозяйственным водоемам и уже напрямую вот по водоводу она уже в районе речи порта будет уже очищена из сброса. Чебоксарский речной порт в ожидании летнего сезона. Пусть с опозданием из-за пандемии, но речники все же надеются, что примут еще туристические теплоходы в эту навигацию. А пока, благодаря совместным усилиям правительства республики и администрации столицы, уже с 20 июня будет возобновлена речная переправа до Заволжья. Трамвайчики начнут ходить до Сосновки и Левобережного пляжа. В выходные дни идем пляж Сосновка, а в будние дни только пляж. На Сосновку здесь уже такого потока народу нету. На Сосновку поток людей на выходные. Вот пятница, суббота, воскресенье Сосновку. В режиме ВКС специалисты обсудили с главами Марпосадского и Козловского районов возрождение Волжских причалов. Они могут быть разной модификацией. В виде старой пристани или современной причальной стенки. Годится любой вариант. Эти старинные города должны стать обязательной частью Всероссийского туристического маршрута по Волге. Валерия Друженец, Андрей Шоклев, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»